Приветствую вас, несмотря на то, что свой вопрос вы задаете вроде бы так вот, как будто к эзотерикам, а не к психологам, да, то есть вы спрашиваете, правда ли это, ну о чем, что именно правда я сейчас скажу, и так далее, на то есть у вас вот такие вопросы, которые обычно задаются все-таки в разделе эзотерика больше, как и, в общем-то, то, что вы задаете вопрос еще и покой, вернется ли когда-нибудь этот человек, да, по мне, как бы задаете вы вопрос, вот, тем не менее, смотря на то, что ваш вопрос очень похож на эзотерический, эзотерический я все-таки на него стараюсь ответить, вот, потому что есть в нем некоторая доля психологического, как мне это видится, и, соответственно, думаю, что взгляд с точки зрения психологии вам будет совсем не лишний здесь. здесь. Вот, значит, смотрите, какая получается штука. Значит, вы пишите, что мы встречались пять лет. Ну, пять лет – это срок, конечно, довольно большой, вот, интересно, что за пять лет вы не поженились. Это, пожалуй, первый вопрос к вам. Почему за пять лет ваших отношений вы не поженились? Ну, если вот у вас было все хорошо, да, если у вас были, например, хорошие отношения, если они у вас были, там, гармоничными, например, да, вот. Вот, а что мешало мужчине, например, взять вас в жены? Значит, ну, непонятно, что мешало. Значит, вероятнее всего, вероятнее всего были какие-то проблемы, значит, на протяжении вот этих вот пяти лет. То есть, может быть, может быть, была у него неуверенность в вас, может быть, было что-то еще, но в любом случае какие-то проблемы были. Вот. Для вас эти проблемы, судя по всему, не были явными, потому что вы оказались несколько шокированы тем, что мужчина об вас ушел. Но, тем не менее, это ничего не меняет. Значит, если мужчина на протяжении вот пяти лет не женился на вас, значит, он не очень сильно этого хотел. И, соответственно, говорить о серьезности отношений между вами, ну, на мой взгляд, не представляется возможным. То есть, да, пять лет, да, много, но значит ли это что-нибудь, это вот вопрос, на который вам нужно будет постараться найти ответ. Ну, желательно, чтобы вы нашли этот ответ сами, без помощи наших психологов, потому что, ну, далеко не всегда вы будете обращаться за помощью, да, именно к нам, ну, к специалистам, специалистам вообще. Дальше вы пишите, что я ждала этого мужчину, да, с моря, да, так вы пишите. Ждала его с моря, значит, ждали его с моря, для чего ждали? То есть, ждали его зачем? Вот именно вы. Конкретно вы, зачем ждали его с моря. Знаете, момент какой, что вы его ждали, но мотив, мотив не очень понятен. Ваш. То есть, если ждали его с моря, то, наверное, хотели это сделать для кого? Для него? Для себя? Как происходил этот процесс у вас? Знаете, да? Вот если ждали вы его для себя, чтобы вот, ну, мужчина вам там, чтобы дал то, что вы хотите. Соответственно, ваши обиды и непринятие того, что произошло, вполне понятно. Как он мог, как он так поступил, почему он так поступил и так далее. Вот. Если ждали вы для него все-таки, если ждали все-таки для него, то, соответственно, не очень тогда понятна причина, по которой вы так реагируете на человека, то есть, что заставляет вас так реагировать на человека, да? Вот. И за мелкой ссорой сказал оставить его одного. Ну, понятна связь, что ссора, в общем-то, это всего лишь повод, ссора это всего лишь, значит, обстоятельства, которые мужчина использовал, точнее использовал для того, чтобы прервать ваши отношения, которые ему, скорее всего, ну, уже не очень-то и нравились. Вот. Ну, видимо, видимо. Я не знаю, конечно, ну, вот как это происходит, да, у вас. Вот так это и, я так и говорю. Вот. Значит, отношения мужчине не нравились. И он пытался их закончить, искал повод. Вот. Значит, соответственно, замечали ли вы этого, ну, замечали ли вы это, что он ищет повод с вами отношения завершить или нет? Это уже вопрос сейчас, ну, наверное, не такой важный, как мог бы быть. Важно то, что это все-таки произошло, что это все-таки случилось, да? Вот. Вот. И теперь, теперь он как бы попросил вас оставить его одного. Очень важный вопрос. Оставили ли вы его одного? Ну, если да, то как? И что было? Ну, что было, я имею в виду, между вами? Тогда. Если нет, то соответственно, почему нет, это тоже, на мой взгляд, очень важный момент. То есть, очевидно, что вы тогда думали о себе, ну, в большей степени, нежели чем о нем. Ну, и опять же, возникает тогда вопрос о том, насколько это, ну, действительно любовь с вашей стороны, насколько это действительно чувство, такое серьезное чувство, да? Если вы думаете о себе, а не о нем. Понимаете, да? В какой момент. Вот. Далее. Мужчина вам сказал, что в итоге больше не любит. Ну, вы явно здесь опускаете целый ряд событий, которые произошли, потому что, ну, не может пара, у которой все хорошо, у которой все здорово, да? Не может эта пара расстаться вот из-за некой ссоры. В итоге, мужчина потом просит свою девушку оставить его одного, а после говорит, что не любит ее. Такого, простите, не бывает. Потому что проблема была, мы проблему не видели, но одного человека, скорее всего, не слушали. И, соответственно, ну, соответственно, ситуация складывалась вот так. Ну, негативно. Ситуация складывалась вот так вот. Значит, ну, таким образом для вас. Вот. Значит, дальше идем. Дальше идем. Значит, смотрите, какая получается вещь. Сейчас говорит, что девушка у него есть. Но вы не верите. Значит, ну, с одной стороны, с одной стороны, значит, то, что вы не верите, с одной стороны, это понятно, с одной стороны. Но с другой стороны, это говорит о том, что вы сами не готовы поверить ему. Это говорит о том, что у вас есть некое такое желание, чтобы мужчина был с вами. Да? А вам это для чего-то нужно. Ну, зачем? Вот, соответственно, и попробуйте об этом подумать. Для чего вам нужно, чтобы мужчина был с вами. Это первое. Конечно, очень похоже на то, что, значит, ну, очень похоже на то, что мужчина пытается вас как бы отдалить от себя. То есть пытается сделать так, чтобы, ну, вы его не беспокоили. Чтобы вы его не трогали. Чтобы вы ему не мешали, да? Вот. Вопрос в том, для чего? Зачем он так делает? Для чего ему это нужно? Знаете, какая штука? Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно обязательно определить этот важный момент. Чем конкретно мужчина руководствуется при, вот, соответственно, в данном моменте, что либо у него действительно девочка есть, либо он пытается вас как-то оградить от себя, отдалить от себя. Если так, то, опять же, вопрос, зачем ему это нужно? Для чего ему это нужно? Вот. Это, согласитесь, довольно важный момент в ситуации, потому что, ну, молодой человек не хочет. Даже если он говорит неправду, то молодой человек не хочет, вы были с ним. А вы не верите ему. Интересно, почему? Ну, наверное, для того, что пять лет встречались. И как-то все очень быстро произошло. А? Между вами. А вот. Это правда? Спрашиваете вы. Ну, это вопрос к эзотерикам. К сожалению. А вот ответ на вопрос, вернется ли он когда-нибудь к вам, более интересный с точки зрения психологии. А вы готовы его принять? Ну, вот, после всего, что он сделал вам, после того, как он вам нервы припал, хорошенько так. А вот. Вы готовы его принять? Обратно. Если готовы, то почему? Всем руководствуйтесь. А как же, там, достоинство, ну, ну, чувство достоинства, гордость, в конце концов. Вот. Вот. И так далее. Вот. Попробуйте об этом, подумать об этом моменте. Это важно. Правда. Я хотел бы, чтобы вы, как следует, подумали на эту тему. Я хотел бы, чтобы вы поприслушивались к себе немножечко и постарались бы понять, а так ли нужен вам этот молодой человек. Если, ну, он, вот, решил, значит, от вас уйти. Да? Вот. Ну, и, собственно говоря, поэтому, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам, если сделаете его лучшим. Ну, а если вы хотели все-таки получить помощи у эзотериков, то обращайтесь к эзотерикам в соответствующий раздел. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.